Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 30 ноября. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. Об объемах и качестве заготовленного в этом году сахара расскажут главный агроном Ульяновского сахарного завода Валентина Тихонова и главный технолог Ульяновского сахарного завода Лилия Ахсанова. Об обновлении учреждений здравоохранения в Инзинском районе расскажет исполняющий обязанности главного врача Инзинской центральной районной больницы Ирина Бирюлькина. Из самых свежих событий отметим открытие после ремонта районной детской консультации и фельдшерско-акушерского пункта в селе Труслейкин. В этом году указом президента Российской Федерации Владимира Путина городу Ульяновску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Немалым был вклад в победу тружеников Ульяновского моторного завода. О трудовом подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны сегодня мы вспомним вместе с руководителем Музея трудовой славы Ульяновского моторного завода Марины Таратыновой и ветераном Ульяновского моторного завода представителем семейной трудовой династии Геннадием Антоновым. Также сегодня в программе вас ждет встреча с победительницей первенства России по спортивной гимнастике в Многоборье, обладательницей золотой медали первенства в упражнении на бревне и двух серебряных медалей в опорном прыжке и упражнении на брусьях Аленой Глотовой и ее тренером Дарьей Бессольцевой. В период перехода нашей страны от плановой экономики к рыночной бытовало такое утверждение, что рынок сам все отрегулирует. Имелось в виду соотношение производства той или иной продукции и спроса покупателей на эту продукцию, результатом которого будет цена данной продукции. Однако очень скоро стало ясно, что с рыночной регулируемостью не все так просто. Спрос, предложение и цена никак не находят равновесия, постоянно перемещаются вверх и вниз, то разоряя производителей товара, то вызывая гнев покупателей из-за непомерно завышенной цены. Вот вам простой пример. Довольно продолжительное время аграриям выгодно было выращивать сахарную свеклу. Она имела большой спрос и высокую закупочную стоимость. Соответственно, хозяйствами постоянно увеличивались посевные площади под эту культуру. В результате в определенный момент произошло перепроизводство сахара и закупочная цена сахарной свеклы стала снижаться, и выращивать ее стало менее выгодно. В связи с этим вот уже несколько лет наблюдается обратная картина. Площади под посевы сахарной свеклы сокращаются. И вот уже в средствах массовой информации появились выступления некоторых экспертов, предрекающих дефицит сахара. Оправданы ли эти опасения? Достаточно ли сахара в наших закромах? О ситуации с наличием и особенностями переработки сахара узнаем, что называется, из первых рук на Ульяновском сахарном заводе. Говорит главный агроном Ульяновского сахарного завода Валентина Тихонова. В 2020 году площади посева сахарной свеклы сократили. И в этом году мы получили больше качественные свеклы и больше урожей по сравнению с прошлым годом. Основной свеклосдатчик у нас Целинский район более 150 тысяч. И в этом году к нам присоединилось новое хозяйство возрождения Чердаклинского района. Они нам сдали сахарные свеклы более 35 тысяч тонн. Свекла поступает в качество хорошее. В этом году намного чище, лучше. И сахар выше, чем в прошлом году. Что повлияло на рост качественных показателей? Хорошая погода или хорошая работа агрономов по внесению удобрений? Конечно, во-первых, была весна такая, что сразу пролили дожди, были хорошие всходы. И погодные условия, прежде всего, и внесение удобрений. Рассказ продолжает главный технолог Ульяновского сахарного завода Лилия Ахсанова. За последние три года на самом деле идет тенденция, что внутренний рынок насыщен нашим местным сахаром. И уже если в прошлом году мы переработали 552 тысячи тонн сахарной свеклы, то в связи с тем, что цена на сахар упала, многие хозяйства уже сократили свои площадя под посев сахарной свеклы. И, скорее всего, в этом году мы переработаем гораздо меньше, чем в прошлом году. Мы рассчитываем переработать 400-450 тысяч против того, что мы переработали 552 тысячи в прошлом году и закончим в декабре месяце этого года. Достаточно ли будет этих объемов сахара для того, чтобы обеспечить потребности населения Ульяновской области? Ульяновской области, я думаю, мы обеспечим сахаром. Продукцию для переработки вы получаете от сельскохозяйственных производителей только нашего региона? Ну, в основном, конечно, это сахарная свекла с Ульяновской области. Ульяновский сахарный завод – одно из старейших предприятий Ульяновской области, многие годы сохраняет за собой репутацию надежного партнера и производителя продукции высокого качества. Какие изменения происходят на предприятии сейчас, для того, чтобы и впредь сохранять за собой эту репутацию? За последние пять лет у нас активно ведется реконструкция завода, то есть у нас устанавливается более совершенное модернизированное оборудование, автоматизированное, устанавливается автоматизация технологических процессов. И, например, на станции центрифугирования установлены новые французские центрифуги «ФИВКА», полностью которые автоматизированы. Установлена новая станция фильтрации, новые пресс-камерные фильтры, которые позволяют улучшить качество сока. В прошлом году установлен новый выпорной аппарат с большой поверхностью нагрева, что позволит в дальнейшем увеличить наши производственные мощности. Конечно, наши производства направлены на улучшение качества, то есть если мы сейчас выпускаем сахар по категории ТС-2, мы хотим улучшить его качество и производить уже сахар повышенного качества, то есть экстра. Но для того, чтобы производить сахар более высокого качества, наверное, и поступающая на завод сахарная свекла тоже должна быть соответствующего высокого качества. Есть какие-то определенные критерии, по которым вы отбираете продукцию для переработки? Критерии у свеклы, конечно, есть. В основном это сахаристость и загрязненность. Это те главные критерии, по которым мы принимаем сахарную свеклу, чтобы оценить дальнейший выход сахара. В свою очередь, на качество сахарной свеклы влияют еще и погодные условия. В этом году погодные условия были хорошие. Свекла технологичная, хорошего качества. Каждое хозяйство старается выкопать свою свеклу в более засушливое время, побыстрее ее выкопать и сдать в завод. Вероятно, в какой-то момент даже очереди из грузовиков со свеклой выстраиваются перед воротами предприятия. Бывает такое? Естественно, мы в одно и то же время, это сдаточные такие месяца, сентябрь-октябрь, не можем применять все хозяйства одновременно. Естественно, устраиваются очереди, но это все решаемо, все сдают, так устанавливается и порядок очередности сдачи сахарной свеклы на завод. И к окончанию этого репортажа я приберег, пожалуй, самый главный вопрос, ответить на который попросил главного агронома Ульяновского сахарного завода Валентину Тихонову. Так все-таки дефицита сахара не будет? Дефицит сахара не будет, сахар есть. Пандемия коронавируса в этом году наглядно показала имеющиеся в здравоохранении узкие места. Заставила исправлять допущенные в прошлые годы ошибки, заставила активнее работать те службы, которые обязаны обеспечивать деятельность медицинских учреждений, чтобы они могли оказывать своим пациентам помощь оперативнее и на более современном уровне. Например, после знаменитой оптимизации системы здравоохранения, произведенной в нашей стране в 90-е годы, сейчас, особенно в сельских населенных пунктах, идет усиленное восстановление и обновление поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Справедливости ради надо отметить, что эта работа проводилась и в предыдущие несколько лет, но именно в этом году она значительно активизировалась. Сегодня в нашей программе прозвучит репортаж на эту тему, записанный в Инзинском районе Ульяновской области накануне открытия в этом муниципальном образовании еще одного очередного фельдшерско-акушерского пункта, на этот раз в селе Труслейки. Жительница села Елена Ведершпан так прокомментировала это событие. Очень рады, благодарны для нашего села большого. Здоровье наше – это первая очередь. Хорошо, приятно, удобно. Нам бы еще, конечно, желательно сделать аптеку здесь, чтобы не ездить по городу, в Инзу или куда-нибудь. Нам бы здесь сделать. И мы уже рады, что у нас начали делать медпункт, мы это очень благодарны. Спасибо огромное. А какие недостатки были в старом помещении вашего сельского фельдшерско-акушерского пункта? Там, во-первых, очень места мало, неуютно. Детей много собиралось, бабушек много собиралось. Мы сидели в одной комнатушке. Где могли, там и присели. Где могли, подождали. Конечно, сейчас сделали хорошо, удобно. Прямо красота. Об обновлении учреждения здравоохранения, которое происходит этой осенью в Инзинском районе, мы говорим с исполняющей обязанности главного врача Инзинской центральной районной больницы Ириной Бирюлькиной. На территории Ульяновской области реализуется национальный проект здравоохранения, направленный на повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи. В рамках национального проекта здравоохранения на территории муниципального образования Инзинский район реализуются такие мероприятия, как развитие детского здравоохранения. И в рамках этого проекта у нас проведен капитальный ремонт детского поликлинического отделения в городе Инза. И также в селе Труслейка построен новый модульный ФАП. Численность населения 1200 человек. И открытие нового объекта, современного, комфортного, позволит улучшить качество медицинской помощи и повысить доступность медицинской помощи сельским жителям. В данном подразделении на ФАПе будут работать два фельдшера. Один фельдшер у нас, молодой сотрудник, находится в настоящее время в декретном отпуске, поэтому мы приняли на работу нового специалиста, который проходит повышение квалификации и приступает к работе. Сегодня мы совместно с подрядчиком проводим осмотр проведенных ремонтных работ. ФАП начинает работать. Закупается медицинское оборудование, мебель. И с приходом нового сотрудника, с вводом в действие нового объекта, мы будем надеяться и стараться, чтобы здоровье жителей села Труслейка улучшилось. Ну, конечно, ФАП площадь довольно-таки большая, соответствует санитарным правилам и нормам. А каким ранее был фельдшерско-акушерский пункт здесь, в селе Труслейки? Ранее действующий ФАП расположен в приспособленном помещении, имеющий печное отопление, не имеющий водопровод. Это проблема многих-многих сельских населенных пунктов на территории и Российской Федерации. Поэтому, конечно, в этом отношении мы страдали. Но сейчас, естественно, качество медицинской помощи улучшится. Здесь будет газовая котельная, она уже есть. Проблемы уйдут по обеспечению дровами. То есть газ есть газ, будет тепло и очень хорошее освещение в данном объекте. Светло, тепло, уютно. И будем надеяться, что нашим пациентам понравится новый объект. Фельдшеры, которые будут здесь работать, привлечены по программе «Земский фельдшер»? Фельдшер, который у нас сегодня находится в декретном отпуске, она является участницей программы «Земский фельдшер». Мы рады, конечно, что в ее семье будет пополнение. Будем ждать ее возвращения на свое рабочее место. И новый фельдшер, который мы приняли, она тоже будет участницей программы «Земский фельдшер». А теперь расскажите, пожалуйста, о вашей детской консультации. Я знаю, что в этом медицинском подразделении тоже недавно произошли большие изменения. Детская консультация расположена у нас в поликлинике города Инза. Здание очень старое, 1957 года. И нуждалось, конечно, в капитальном ремонте. Последний ремонт был в 2004 году. Он выдержал вот эти годы эксплуатации. И вот настало время все-таки привести в нормальное, соответствующее состояние, в нормальные санитарные нормы, чтобы было красиво, комфортно, как детям, так и родителям. И вот двугодичный у нас контракт. И в 2020 году мы провели вот этот капитальный ремонт. Новая мебель. Закупили аппарат ультразвуковой диагностики, современной. Доктора нам очень нравятся, очень комфортно. Условия ожидания пациентами приема врача. Очень понравились и условия нашим медицинским работникам, и медицинским сестрам, и врачам. То есть комфортные условия. Тоже светло, тепло, уютно. И самая главная цель – именно качество медицинской помощи, доступность медицинской помощи. Когда заработала детская консультация в обновленных после ремонта условиях? Мы переехали летом, потому что до этого находились тоже приспособлены в помещениях. Вот так как ремонтные работы завершены, мебель поступила, медицинское оборудование тоже поступило, поэтому мы перебрались в родные стены. На ремонт детской консультации было выделено в рамках проекта 3 миллиона рублей. На закупку медицинского оборудования тоже 3 миллиона рублей. И 650 тысяч на организационно-планировочные мероприятия. То есть у нас открыта регистратура, различные стенды, мебель, зона ожидания, пеленальные столики. Определили зону для кормления малышей для мамочек. Разделены потоки здоровых детей и заболевших детей. Также имеется навигация для пациентов, то есть где расположены регистратуры, где у нас идет поток для заболевших детишек, где здоровые. То есть отдельный вход у нас для здоровых детей и отдельный вход в детскую поликлинику для заболевших деток. Постарались вот в тех условиях, на тех площадях сделать максимально комфортные условия. Мы выбрали вот такую вот концепцию, чтобы детки не боялись прихода в детскую консультацию. Мы создали и стенды красивые, и видим, что дети обращают на это внимание и не так пугаются при виде врача. И еще страховая медицинская наша компания «Капитал» вручила нам сертификат денежный на 20 тысяч рублей. И мы заказали спецодежду для работников детского поликлинического отделения. То есть халаты вот этой спецодежды. Мы очень благодарны вот этой компании. Кстати, демографическая ситуация в селе Труслейке благополучная или не очень? Село Труслейка у нас середнячок. Я бы не сказала, что здесь рождаемость низкая. Но тем не менее, нам бы хотелось все-таки, чтобы вот открытие такого объекта, как ФАП, повлияло на демографическую ситуацию. Все-таки сейчас и поддержка молодых семей, и президент, и губернатор на это обращает большое внимание. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Этих лет не смолкнет слава. В этом году указом президента Российской Федерации Владимира Путина городу Ульяновску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Основанием для присвоения столь высокого звания стали массовый трудовой героизм и самоотверженность, проявленные жителями города, их значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, который они внесли, обеспечивая бесперебойное производство необходимой военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города. Немалым был вклад в победу и тружеников Ульяновского моторного завода. В этом году исполнилось 36 лет Музею трудовой славы Ульяновского моторного завода. И трудовому подвигу заводчан в годы Великой Отечественной войны посвящена значительная часть музейной экспозиции, рассказывает руководитель Музея трудовой славы Ульяновского моторного завода Марина Таратынова. Создавать этот музей мы начали тогда, когда были живы очень многие труженики, тылоучастники войны, поэтому музей собран очень богатый материал о вкладе наших заводчан в победу. Здесь, на этом месте, в 1941 году ничего не было. То есть город кончался на улице Кирова, и не было никаких жилых домов. Здесь был пустырь, здесь были склады государственной таможни. Московский автозавод имени Сталина, который было решено эвакуировать в Ульяновск осенью 1941 года, сюда был эвакуирован именно по той причине, что к этим складам подходили две ветки Кубишевской железной дороги. Это облегчало эвакуацию, и можно было прямо из эшелонов вручную затаскивать оборудование, даже тяжеленные станки, которые заводчане тащили на себе, не было даже никакой техники. Большие станки весом до трех, даже до пяти тонн выгружали на большие металлические листы. Один край заворачивали по принципу салазок, привязывали тросы, веревки, и люди впрягались сами и тащили вот эти станки к будущим цехам завода. Вот поэтому именно на этом месте создавался завод по производству, в первую очередь, конечно, автомобилей ЗИС-5. Поэтому около нашей проходной был установлен памятный знак машины ЗИС-5, который стоит здесь уже четверть века, в 1995 году. Я несколько слов хочу сказать об истории конкретно этой машины. На заводе оставалось несколько машин после войны ЗИС-5, и вот наши водители как могли сохраняли их. И вот эта машина буквально уже собрана из оставшихся сломанных машин. Вот одну ее холил наш ветеран, румянцев Василий Яковлевич. И когда он ушел на пенсию, он стал просить подарить ему эту машину. Она была давно списана, она далеко не ездила. Она ездила в основном по заводу или по заводскому поселку. И эту машину ему подарили. А когда ему исполнилось 90 лет, он понял, что ухаживать за этой машиной трудно, а нужно ее сохранить. Он подарил ее снова музею завода в 1995 году. Эта машина была установлена на постамент около центральной проходной Ульяновского моторного завода. Какую продукцию выпускал в годы войны Ульяновский моторный завод? Производились машины ЗИС-5, производились бронебойные авиационные снаряды и малолитражные двигатели Л-3-2. Хочу заметить, что именно производство Л-3-2 и стало основой для создания нашего завода как самостоятельного предприятия. В 44-м году московский автозавод разделился на два. Это Ульяновский автозавод, который переехал в Свияжский район, а наш остался здесь под названием Ульяновский завод малолитражных двигателей. С историей завода неразрывно связана история семьи ветерана Ульяновского моторного завода, представителя семейной трудовой династии Ульяновского моторного завода Геннадия Антонова. Сам он впервые пришел на завод еще в раннем детстве. Правда, тогда еще не работать, а заниматься в заводской самодеятельности. В 47-м году при строительстве поселка мы из наемного помещения переехали в собственную квартиру. Мне было 4 года. В 10 лет я пришел на завод в художественную самодеятельность, в детский сектор. В 53-м году. Ну и потом автоматически перешел во взрослую художественную самодеятельность. А когда я учился в техникуме, я пользовался пропуском художественной самодеятельности и чертил на заводе курсовые проекты. Здесь можно было за Кульманом посидеть, довольно интересно, и довольно быстро все это делалось. А потом все предметы, которые преподавали в техникуме, я смотрел здесь, как работает непосредственно. Дают задания мне по конспекту, а прихожу сюда, смотрю и у рабочих спрашиваю. Некоторые преподаватели говорили, вы что работаете, что ли? Перед защитой диплома я перестал ходить в художественную самодеятельность, а через 4 месяца я вернулся сюда уже к конструктору. Поступил в отдел механизации. Трудности были в начале работы? Трудностей не было, потому что очень хорошие знания давали в техникуме, очень хорошие. Сразу приступил к работе. В 1962 году ушел в армию, в погранвойска. Прослужил 3 года, это 1962-1965. После вернулся и опять пошел на завод. Проработал я 3 года, и меня избрали заведующим организационным отделом, железнодорожным райкомом комсомола. Через 2 года я вернулся опять на завод. Но вот с тех пор без вылаза, без увольнений я продолжаю работать. Вы родились здесь, в Ульяновске. Но ваша семейная трудовая династия родом из Москвы. В частности, мне известно о том, что ваш отец работал в Москве на заводе имени Сталина и приехал сюда вместе с эвакуированным предприятием. По всей вероятности, он проявил себя очень хорошим работником на заводе имени Сталина. Его назначили как начальник эвакуации. Он перевозил этот завод. Там состав был, привез завод и потом начали работать. Вот тут есть фотография отца, где он рядом с автоматической линией. У ней есть маленькая история. Не самой фотографии, а самой линии. Отец мой служил в армии в Житомире в 30-х годах. А в Житомире был техникум горный. А директором этого горного техникум был Владзиевский. Когда война закончилась, отец уехал в командировку в Москву. И там встретил Владзиевского. А Владзиевский был уже директором ЭНИМСа, Экспериментально-научно-исследовательский институт металлорежущих станков. И он говорит, Василий, я тебе преподавал, кроме электрики, что еще? Он говорит, еще гидравлику мы преподавали. Он говорит, вот теперь мы с тобой и будем работать. Я в тебе уверен. Поехали они в ЭНИМС. Он вам показал, что готовится автоматическая линия поршней. И я тебе ее отдам. Если ты проявишь себя здесь сейчас. Командировки в Москву участились, он несколько месяцев смотрел это оборудование. И после того, как директор ЭНИМС дал добро, эту автоматическую линию привезли в Ульяновск. Потому что отец курировал на стадии проектирования. Ну, проработал он на этой линии до 69-го. И эту автоматическую линию закрыли. То есть поршень, который мы выпускали для ЗИЛа, уже стал не нужен. Ну, там другое пошло. Там Ярославль начал поставлять двигатели на ЗИЛ. Отец стал замглавного энергетика. Ну, а мы, династия. У меня здесь работала мать, работал мой старший брат, работал мой младший брат. И работал младшего брата, племянник, который был главным механиком. По сегодняшним временам это большая редкость. Проработать на одном предприятии практически всю жизнь. Несмотря на то, что было немало возможностей сменить место работы. Ведь недостатка в заводах в Ульяновске не было. И рабочие руки были востребованы на любом из них. Отец очень рассчитывал, что я на заводе проработаю всю жизнь. В 54-м году была возможность вернуться в Москву. Всех москвичей, инженеров, всех собирали назад. ЗИЛ начал разрастаться. И он не поехал. Остался здесь. А я когда в техникум сдавал экзамены, по конкурсу не прошел, но сделал довольно хитрый ход. Начал ходить на занятия. А преподаватель меня вызвал, это было, по-моему, 13 или 14 сентября. Он мне говорит, мальчик, иди к доске. Ну я ответил, он мне говорит, ну хорошо, вы заслуживаете хорошей оценки. Четверки. Как ваши фамилии? Я говорю, моей фамилии в списке нет. Он тогда говорит, в соседней группе не явились шесть человек. Поэтому пойдемте, будем учиться. А экзаменационные у вас? Я говорю, конечно, у меня. Ну вот так я окончил этот техникум. Окончил я его прилично. В этом году городу Ульяновску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Как вы относитесь к этому событию? Я могу только относиться с положительной точки зрения. Все мы это видели. Отец говорил. Он рассказал корреспонденту. А я при всем присутствовал. В очень тяжелых условиях они восстанавливались заводом. В тяжелейших условиях. Поэтому то, что присвоили звание трудовой славы городу, я с большим удовольствием принял этот указ. Это здорово. Спортивный клуб Чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике прошли в этом году в Пензе. Несмотря на ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, эти спортивные соревнования собрали сильнейших гимнастов страны. Ведь по результатам этих соревнований будет формироваться состав национальной сборной команды России. Награды здесь разыгрываются в командном и личном многоборье, а также в отдельных спортивных дисциплинах. Наша землячка, ульяновская гимнастка Алена Глотова, участвовала в первенстве России в соревнованиях юниорок. В эту возрастную категорию входят девушки 14-15 лет. Без всякого преувеличения выступление Алены можно смело назвать блестящим. Она стала победительницей первенства России в многоборье, обладательницей золотой медали первенства России в упражнениях на бревне и еще двух серебряных медалей в соревнованиях в опорном прыжке и в упражнениях на разновысоких брусьях. О прошедших соревнованиях и о выступлении на них Алены Глотовой рассказывает ее спортивная наставница, тренер ульяновской детской спортивной школы номер 6 Дарья Бессольцева. Первенство России, которое проходило в городе Пенза, мы выиграли эти соревнования, заняли первое место. В финалах в отдельных видах выиграли упражнения на бревне и две серебряные медали в упражнениях в опорном прыжке и на брусьях. Эти соревнования очень ответственны и имеют большое значение. Как вы вместе с Аленой к ним готовились? Подготовка проходила довольно-таки сложно, потому что был очень большой перерыв. Готовились мы дома, онлайн, а потом разрешили группам ГСС начинать заниматься. И готовились мы долгое время в городе Пенза, жили, тренировались. Видимо, успешно прошла подготовка. А на самих соревнованиях какие-нибудь сложности возникали? На самих соревнованиях сложно было собраться и выполнить то, что ты умеешь, так как уже давно не было никаких стартов. Полгода мы просидели дома, поэтому сложно было психологически собраться и выполнить все свои сложные комбинации. И что помогло преодолеть эти сложности? Я думаю, воля к победе. Алена давно к этому шла и реализовала себя. Для того, чтобы даже только попасть на эти первенства и чемпионат России, нашим гимнасткам необходимо было пройти очень серьезные отборочные соревнования. На первенстве Приволжского федерального округа и чемпионате Приволжского федерального округа нужно было пройти отбор и попасть на эти соревнования. Довольно-таки тоже было сложно, так как Приволжский округ у нас очень сильный, и попасть на Россию довольно-таки сложно. На соревнования попала одна девочка от нашей школы на первенство и одна на чемпионат. Ганеева Виктория выступала на чемпионате. Алена Глотова занимается спортивной гимнастикой с пяти лет. И вот что она рассказала о прошедших всероссийских соревнованиях, на которых она сумела победить весьма именитых соперниц-ровесниц, в том числе и занимающихся в знаменитых спортивных школах Москвы. Я ездила на первенство России. Эти соревнования одни из сильнейших, которые проходят в этом году. И очень тяжело на них попасть. Надо сначала отобраться на ПФО, на Приволжском округе, а если ты хорошо выступишь и попадешь в тройку, то ты уезжаешь на первенство России выступать. Опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения. За выступление в какой из этих дисциплин ты переживала в большей степени? Конечно, все снаряды хороши по-своему, но больше всего я переживала за бревно. На нем и победила? Да. А на каком снаряде больше нравится выступать? Бревно. Из-за которого больше всего я переживала? Угу. Что для тебя было самое сложное на этих соревнованиях? Самое сложное – это собраться, конечно, после карантина. Было очень тяжело психологически настроиться, чтобы все получилось, все было хорошо, но я справилась с этим, и у меня получился такой результат. Тебе кто-то помогал? Конечно, мои тренера любимые. О чем ты мечтаешь сейчас, после победы? Я сейчас мечтаю остаться в сборной России и хочу выезжать на крупные старты, чтобы тоже там выигрывать. Тренировки занимают 4-5 часов. Занятия спортом, учебе не мешают? Учиться мне помогает мама, и учителя, конечно, дают задания, и я их всех выполняю и отсылаю им на почту. Успех юной ульяновской гимнастки Алены Глотовой на первенстве России комментирует директор Центра спортивной подготовки Ульяновской области Александр Безручкин. Это действительно очень значимое событие для ульяновского спорта. У нас очень давно не было таких громких побед. Мы очень давно так серьезно заявляли о силе и профессионализме ульяновских спортивных гимнастов и гимнастов, что это для нас действительно очень значимый результат. С удовольствием, с огромным я поздравляю и спортсменку, и тренера. Очень тяжелая ситуация и по коронавирусу, и по проведению соревнований, и значимых мероприятий. Давно не было у спортсменов стартов, но тем не менее они собрались и просто замечательный результат показали. Два золотые и две серебряные медали, звание абсолютной чемпионки первенства России. Это очень дорогого стоит. Мне вдвойне приятно поздравлять спортсменку и тренера, потому что они являются спортсменами Центра спортивной подготовки, входят в экспериментальную группу спортивной гимнастики. Мы очень сильно надеялись, что наши спортивные гимнасты вернут себе лидирующие позиции. В российской гимнастике. И очень приятно, что наша спортсменка еще раз доказала, что школа Ульяновской спортивной гимнастики находится очень высоко. В своих амбициях и, надеюсь, в своих достижениях. Вы сейчас упомянули об экспериментальной группе. Расскажите, что это такое? Это экспериментальные группы при Центре спортивной подготовки, при непосредственном патронаже Министерства спорта и непосредственно губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова создана экспериментальная площадка, где наиболее одаренные и наиболее перспективные спортсмены реализуют свои возможности при тренировочном соревновательном процессе. Но нам очень приятно осознавать, что не только девочки, но и мальчики у нас сейчас тоже уже, в принципе, на подходе. Но будем надеяться, что они покажут всю мощь и красоту этого вида спорта. Сегодня в вечернем эфире нашего радио продолжится цикл передач, посвященных классику мировой литературы Антону Павловичу Чехову. В этом году исполнилось 160 лет со дня его рождения. Литературное наследие писателя велико и разнообразно. Мы решили напомнить нашим радиослушателям о лучших рассказах Антона Павловича Чехова, являющих собой образец тонкого юмора, изящества и социальной сатиры. Сегодня вечером в 19 часов 20 минут рассказ «Тоска» прочитает актер театра и кино Ярослав Андронов. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Не плачь ты осень безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю ты, бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынные годы и долины, ни стебелька, ни колоска, Лишь отголосок журавли. Издалека, издалека, издалека. Осень, осень, Вновь надо мной твое прозрачнее крыло. Осень, осень, С тобой любовь в мое спасение пришло. Осень, осень, В твоих садах опять колдует соловей. Осень, осень, Пора любви моей. Твоих волос коснулся ветер, Упали тени на лицо, Но все еще На зорьке светит Твое кольцо, Мое кольцо. Мелькают дни, Выходят сроки, И мы внезапно Узнаем Как трудно в осень Одиноким, Но мы вдвоем, Но мы вдвоем, Но мы вдвоем. Мелькает Мелькает